Друзья, всем привет! И вы снова на канале Кулинария со вкусом. Сегодня мы с вами приготовим очень вкусное постное блюдо, запеченные брокколи с цветной капустой. Итак, кроме самой капусты, специй, соли и оливкового масла нам не понадобится вообще ничего. Капусты у меня и цветной, и брокколи, примерно плюс-минус 500 граммов. Сейчас мне ее нужно будет разделывать на соцветия. Я ее уже помыла, немножечко она у меня обсохла. Будем нарезать. Отделяем от качана соцветия. Это удобно делать маленьким ножиком. А теперь разрезаем. Обе капусты у нас иностранки. Цветная капуста к нам пришла из Сирии. А брокколи из Италии. Грубые части я немножечко еще срежу. Если у вас крупные соцветия, можно даже вот так разделить на 2 или на 4 части. Мне, когда нужно приготовить очень быстро, я даже вот так на 4. Капуста у вас не распадется. Она будет держать форму, так что не бойтесь мельчить. И точно так же мы будем разбирать на соцветия брокколи. Качан я убрала. Здесь у нас соцветия подлиннее. Когда и цветная, и брокколи у нас разобраны на соцветия, мы наливаем в форму для запекания оливковое масло совсем чуть-чуть. Вы можете взять любую форму, которая у вас есть. Стеклянная, керамическая, металлическая подойдет. Я люблю запекать вот такой одноразовой фольгированной форме. Потому что она быстрее готовится. Стенки быстрее нагреваются. Сейчас нам нужно цветную и брокколи отправляем в форму. Цветную брокколи мы отправили в форму. Хаотично высыпали ее сюда. Добавляем соль. Соль в щепотку совсем чуть-чуть мы будем солить. Вот так, равномерно. И тут еще самое главное дело в специях. У меня прованские травы. Прованские травы в сочетании с оливковым маслом, это будет очень вкусно. Оливковое масло пропитается вот этой смесью травок, которые здесь. Отдаст это все нашей капусте. И в этом весь секрет. Прованских трав я посыпаю щедро. На такое количество у меня примерно уйдет столовая ложка. Сейчас нам нужно размешать всю эту красоту. Перемешать, чтобы равномерно распределились специи у нас. И равномерно посолилась наша капуста. И нам осталось полить сверху оливковым маслом еще немножечко. Всего у меня уйдет оливкового масла примерно граммов 70. Накрываем форму фольгой. И отправляем запекаться. Духовку я заранее разогрела на максимум. И сейчас нам нужно капусту отправить запекаться минут на 20. 20 минут у меня уже прошло. Я достала из духовки нашу форму. Самое время снимать фольгу и проверять готовность нашего блюда. Снимаем фольгу аккуратненько. А пока я это делаю, дорогие друзья, проверьте, подписаны ли вы на мой канал с колокольчиком. Как горячо. Чтобы не пропускать еще много интересных рецептов. Посмотрите, какой вид у нас имеет брокколи и цветная капуста. Вот в этих местах нам нужно проткнуть деревянной палочкой или зубочисткой. Здесь самые грубые места. Поэтому, если здесь готово, то и вся капуста у вас значит готова. Насыпаем на красивое блюдо. И обязательно поливаем вот этим соком, который у нас образовался, от капусты масла и прованских трав. Он очень ароматный, очень вкусный. Придаст еще больше пикантности вкусовых качеств нашему прекрасному пустному блюду. Посмотрите, какая прелесть у меня получается. Вот еще брокколи сейчас положу сверху. Замечательно. Конечно же, скорее хочу попробовать эту вкуснотень. Очень вкусно, друзья. Обязательно приготовьте. Это блюдо вообще универсально. Его можно подать как на завтрак, так и на ужин. Это блюдо не прибавит ни миллиметра к вашей талии, потому что здесь совсем-совсем мало калорий. На 100 грамм 25 калорий. Ее можно съесть сколько вашей душе будет угодно. Также на обед вы можете подать в качестве гарнира к любому мясному рыбному блюду. Если вам тоже понравился этот рецепт, обязательно приготовь, лайкни, подпишись. А я с вами прощаюсь. До новых вкусных рецептов! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok